Стороннее мнение очень важно для развития, считают психологи. Когда в Ниньский округ приезжают люди из других регионов, очень интересно послушать их мнение о нашем округе. Одно из таких мнений мы услышим сегодня в студии. Это актуальное интервью. Я хочу представить нашего гостя, депутат Государственной Думы Ольга Епифанова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Николаевна, вы у нас в Ниньском округе впервые. Расскажите ваши впечатления. Я действительно здесь впервые. Я очень много лет собиралась, потому что живу я не так далеко. Я житель Архангельской области, избрана по северным территориям, по Архангельской области, республике Коми. И каждый раз, собираясь приехать в Нарянмар, наверное, не было просто повода вот такого сильного, чтобы приехать. У меня здесь есть коллега, которого я очень люблю, Гири Анатольевич Гоц. Он председатель регионального отделения нашей партии «Справедливая Россия» в городе Нарянмаре. И печалясь о том, что в округе нет депутата Госдумы от нашей партии, он предложил мне взять в свою ответственность округ. Поэтому я приехала и поддержать его на выборах, и сегодня я встречаюсь со своими коллегами, и мы будем вести разговор о том, как мне найти помощника, который будет вести приемы от моего лица. Почему очень важно, чтобы обязательно присутствовала приемная депутата Госдумы? У нас более эффективные инструменты для того, чтобы помочь людям, потому что, как правило, власть достаточно неплохо решает вопросы, которые она может решить, и на которые есть полномочия. Но очень часто в отдельной семье есть вопрос, который занимает время, все нервы, но решить надо на федеральном уровне. И вот если ваши депутаты, чтобы послать депутатский запрос, должны дождаться сессии, согласовать на сессии, и спикер отправит этот запрос, то я могу их писать 24 часа, в сутки 365 дней в году. Я работаю заместителем председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей в Государственной Думе. И у нас такой получается, знаете, пронизывающий комитет, потому что семья, она во всем. То есть и земля, и рабочие места, и экология, это всё семья. И, соответственно, мы этими вопросами и занимаемся. Ну вот вы уже успели побывать в детском саду, в доме малютки, в школе, интернате. Что можете сказать? Очень впечатлена. Значит, что мне очень понравилось? Вы же знаете, любой коллектив, да, он, когда заходишь в помещение, уже по запахам, по невербалике, по тем коридорам, в которые ты входишь, тоже понимаешь, как коллектив состоялся, как семья или не семья. Во всех трёх учреждениях мне очень понравился коллектив. Очень понравились директора, очень понравились и воспитатели, и учителя. Глаз горит. Внутри энергия, улыбка, доброта бьёт. И вначале мы были в детских яслях, кораблик. Я даже немного всплакнула, потому что во многих областях ясли уже позакрывали, перепрофилировали в детские сады в связи с нехваткой мест в детских садах. Я очень рада, что у вас это сохранилось. Более того, чувствуется, что власть достаточно близка к чаяниям своих граждан, потому что в садике, то есть в ясляхе обнаружила группы временного посещения детей. При том, с такой часовой подстройкой, что мамы действительно могут работать. А у нас женщина после полутора лет становится бесправной. То есть максимально, на что она может рассчитывать, это если предприятие сохранилось на 60 рублей, помощь в месяц. Ребёнка ещё и кормить надо. Это большая проблема. У нас сейчас в доме лежит 4 законопроекта. Уже давно, с 2001 года, первый законопроект лежит. Мы предлагаем продлить декретный отпуск до трёх лет, чтобы до трёх лет, пока не предоставлено место в детском саду, мама могла получать декретный и сидеть, соответственно, с ребёнком. К сожалению, законопроекты не проходят. Они очень энергоёмкие по деньгам. И нам не согласовывает правительство. Поэтому мы ищем другие формы. То есть сейчас готовится новый законопроект, который ляжет ту же корзинку. Но ситуация остаётся ситуацией. То есть наши мамы с полутора, трёх лет в том случае, если нет семейной поддержки, нет. Бабушки, дедушки. Или муж там не работает каким-то вахтовым образом. А мамы не могут работать, но при этом они также не имеют средств для своего существования. Что очень плохо. Вы сами знаете, что ребёнок требует достаточно сейчас больших денежных средств. И когда вот я была в ваших яслях, я просто порадовалась. Потому что действительно у вас мамы имеют возможности. Немножко простраивался в доме ребёнка. Я всегда так ярко реагирую, когда вижу детей в неродительской семье. Очень хорошо мы поговорили с директором. Чудные, крохотные детки. Я очень рада, что часть из них вернётся в семью после того, как родители получат обучение. Но вы знаете, как раз в этих учреждениях остаются те люди, которые хотят отдавать себя в служение. Они просто там остаются. И, конечно, я обратила внимание на количество игрушек и на обеспечение дома ребёнка. Мы ездим комитетом, у нас вездные заседания в очень многие регионы. И у вас даже в какой-то степени, скажем, лучшие пятёрки регионов, которые мы посещали, это обеспечение детских учреждений. Ольга Николаевна, вы много говорили о том, что вы при принятии законопроектов принимаете опыт западных стран. То есть чем они могут нам помочь в вопросе детей-сирот и лишённых родительских прав? Ну, дело в том, что пока наша страна претерпевала переход из одного политического строя в другой, и войны, война в Течне – это тоже война, к примеру, да? Даже после Великой Отечественной были войны. И пока у нас менялись законы, пока мы проходили перестройку, в западных странах было тихо и спокойно. И у них были целые десятилетия, целые столетия, чтобы наладить у себя систему. И есть достаточно интересный опыт поддержки семьи. Просто даже обычной семьи, особенно молодой семьи, где мама, которая родила ребёнка, работает, при этом успевает ребёнку внимания уделить и жить может. Как я вам уже говорила, нас волнует этот период с полутора в трёх лет, что у нас такой провал у женщин и молодых, как раз которые, по идее, если бы их поддерживали, может, не одного бы ребёнка родили, а может быть трёх. Для нашей территории у нас слишком большая территория. Как говорят наши академики, нам надо ещё в три раза больше населения, чем количество нашего населения. Либо это достаточно маленькое население, чем опасно. Есть куча-куча стран с гораздо меньшими объёмами земельных ресурсов. И с точки зрения геополитики у них будут свои притязания. Уже даже Ангела Меркель всем нам известная сказала, что Россия неправедно владеет землями, которые не обрабатывает. Понимаете? То есть мы с вами здесь спокойно живём, а они на нас смотрят, и на наши ресурсы. А поскольку у России 9% пахотных земель и 20% пресной воды всего мира, конечно, это такой интересный, лакомый кусок. А населения у нас маловато. И для нас крайне важно, чтобы было в семьях много деток. Только таким образом мы можем прирасти. А может их надо, чтобы детей, которые в приютах, в школах, интернатах усыновляли россияне, а не иностранцы? Ну, россияне усыновляют детей, но больше спрос на детей от рождения до 3 лет. Почему? Ну, потому что маленький ребёнок в семьях очень маленького ребёнка, хочет, чтобы он вжился в семью. А подростки, особенно большая проблема со школьниками, к сожалению, подростки, с ними же очень тяжело. Со своими это тяжело, с подростками, когда они выходят на этот возраст. А с чужими тем более тяжело. То есть семья, она тогда состоится, когда все притрутся. И, как говорил Иоанн Златоуст, государство – это семейство семейств. Поэтому мы стараемся найти, обнаружить, ну, что-то есть у нас очень хорошее, где-то есть выполняющие формы, как во Франции, материнские помощники. Видите, в Евросоюзе очень интересно всё построено. С одной стороны, мы говорим, ой, там хорошо, там спокойно, но во всех этих странах, я просто ещё член Северного Совета, член делегации Северного Совета, поэтому ещё смотрю на наши северные страны, как они всё устраивают. У них есть очень чёткая цель. Каждый человек, трудоспособный, должен приносить копеечку в экономику. И почему они устраивают все эти формы? Они делают всё, чтобы мама, вот, ребёночка родила и быстренько, быстренько шла работать, приносила эту копеечку в экономику. Поэтому некоторые страны доплачивают до среднего минимума. Кто-то делает материнских помощников, для которых это тоже работа, с которой они платят налоги. В Южной Корее на больших фабриках созданы ведомственные на территории фабрики ясли, откуда дети поступают с трёх месяцев. Более того, около цехов сделаны целые комнаты для кормящих мам. Детей им приносят туда кормить. Мамы, выходя с производства, значит, немножко отдыхают. У них такое больше послабление, скажем, в рабочем рейтме. Кормят ребёнка, немножко с ним играют, ребёнчика забирают в ясли. То есть как-то, знаете, очень все направлены на то, чтобы экономика держалась на молодой семье. А у нас, к сожалению... Вот я своих детей рожала в 90-м и 92-м году. У меня муж был сирота, мы жили в общежитии. Сначала скитались по квартирам у знакомых, потом жили в общежитии. И вот я точно знаю, что меня спасло, мы были очень нищие, и меня тогда спасли и моих детей. Во-первых, ясли, потому что я смогла работать. Во-вторых, молочной кухни. И когда я была депутатом областного собрания, и мамочки устраивали забастовки несколько лет назад, выходили к областной администрации, я пришла, не пришёл никто. У нас ни из власти, ни из депутатов. Я вышла и говорю, а в чём проблема-то, девчонки? Потому что когда твоим детям уже 20 лет, ты не знаешь, что творится с детскими садами, слями, если ты специально этими занимаешься. И я с ужасом тогда от них услышала, что они... Ясель нет, молочная кухня закрыта. И в садиках мест нет. То есть если женщина, когда ребёнку исполняется полтора года, становится нищей, это одно. А когда ребёнку исполняется три года, его не берут в детский садик, она теряет работу. Она тогда должна просто уйти с работы и освободить рабочее место. И так же вот оставаться непонятно, как ей дальше жить и с ребёнком. И вы знаете, я тогда с ужасом узнала, что за прошедшие 20 лет, с момента рождения моих детей, в 21 веке ситуация ухудшилась до нелься. То есть меня это тогда спасло. И я очень сильно переживала, и тогда стала бороться за принятие закона о субсидиях семьям, детям которых не получают места в детских садах. И тогда мне удалось, на самом деле, сама даже удивляюсь, сдвинуть этот камень, этот законопроект был принят. Я напомню, у нас в гостях депутат Государственной Думы Ольга Епифанова. Ольга Николаевна, а над какими вопросами ещё работает Ваш комитет по делам семьи, женщин и детей? Ну, во время уже моей работы в Государственной Думе случилась просто великолепная, уникальная вещь. Была подписана президентом эмоциональная стратегия защиты детей. И с этого момента жизнь, как говорят те депутаты, которые были в прошлых созывах для комитета, просто изменилась, потому что действительно и власть, и президент обратили внимание на детей. То есть дети стали важны и нужны стране в целом, не только родителям. И с тех пор работают рабочие группы. Очень много сделано в сфере сирот. Если до этого больше по сиротам разбирались с точки зрения обеспечения жильём, после того, как они покидают детские дома, то на данный момент как раз мы работаем над формами устройства сирот так, чтобы с детства ребёнок получал родителя. Пусть это будет опекун, пусть это будет приёмный родитель. Но ребёнок лучше адаптируется и, когда вырастает, заводит свою семью, если он всё-таки был в семье. Вот мы сегодня как раз говорили в школе-интернате у вас, где 13 сирот находятся, как раз о том, что если... Какая сейчас существует проблема, и вас она тоже касается здесь, вообще всей России. Просто у нас 82% всех детей в детдомах всей России это социальные сироты при живых родителях. То есть когда родители есть, а родительских прав они лишены, а детей содержит государство, и поскольку алименты родителям не платятся, ребёнок выходит из детского дома с нулевым счётом на книжке. И, соответственно, получается, вот как ему дальше жить. Да, ему бесплатно дают профессию, но всё равно мы прекрасно знаем, и вы, наверное, когда учились, вам помогала семья, и мне помогала семья. И вот эта проблема остаётся, что вот эти детки, у которых родители живы, но из алкоголизации или других причин не платили алименты, они в гораздо худших условиях, чем другие дети. То есть это ещё один момент, над которым мы сейчас будем работать. Потом, после подписания стратегии, очень серьёзная работа идёт над многодетными, над тем, как помочь этим семьям. Вы помните, что был принят закон о том, что многодетная семья имеет право на земельный участок, на бесплатный. Что не было указано в законе, что мешает сейчас очень сильно в России многодетным семьям. Не было прописано, за чей счёт, какого бюджета должна строиться дорога к этому участку, должно проводиться водопровод, электричество. Ну, толку, да, что просто домик стоит. И в некоторых регионах идут очень большие жалобы, связанные с тем, что многодетным дают в болотах. То есть в болотах, там где-то на лесных участках, где лес, соответственно, участки, там близко нет никакой инфраструктуры. Вот. А у нас из 83, ну сейчас 85 регионов, но я не беру сейчас Севастополь и Крым, из 83 регионов только 11 доноров. А все остальные регионы, они дотационные. Соответственно, когда мы принимаем федеральный закон рамочный, то там прописывается, к примеру, для тех же многодетных семей максимальное количество мер помощи. Но потом принимается или республиканский, или областной закон. И уже в зависимости от того, как наполняется бюджет, и какие стоят приоритеты во власти, выбираются те меры помощи, которые именно эта территория может дать семье. И очень часто эти меры в очень маленьком списке принимаются. К примеру, сейчас в НАУ всех деток кормят, и детей инвалидов, и многодетных. А в Хангельской области в прошлом году фактически оставили их без питания. На очень маленьких территориях все-таки депутаты проголосовали и оставили питание многодетным деткам. А вы прекрасно понимаете, что чем больше детей, тем семья менее обеспечена. Потому что работников мало, артов много. И то, что я увидела сегодня у вас в учреждениях, у вас хорошо. Хорошо, благостно. И самое главное, я увидела, поскольку все-таки меня сопровождали люди из администрации, я увидела и слышала, что они думают. Например, в школе-интернате у вас обучали ремеслам, есть великолепная комната с необыкновенными ремесленными работами, которые могут соперничать с лучшими мастерами России. А сейчас не обучают. Обучали девочек быть младистками, шляпными, сейчас не обучают, в этом году. Потому что как раз есть проблема закона, которая не дает привозить и учить детей из деревень. Значит, не дает на постоянной основе учить городских детей, только как доп. курсы образования, как кружки. И мы разговаривали, и люди действительно думают. Я забрала два обращения, которые мы будем анализировать в комитете и смотреть, какие поправки внести, чтобы вернуть вот тот великолепный опыт. Пока еще все же есть, базы есть, помещения есть, преподаватели с огромным опытом, многолетним стажем. И будем думать, каким образом создать условия, чтобы все это вернуть. И чтобы ребята, уже выходя со школы, владели хорошо профессиональным мастерством. Ольга Николаевна, у вас есть возможность передать обращение нашим зрителям? У каждого человека по нашей Конституции есть обязанность. Мы всегда знаем права, но не всегда знаем обязанности. Так вот, наша обязанность — формировать власть путем ее избрания. И, дорогие земляки, я призываю вас к ним быть равнодушными, потому что от того, как вы относитесь к власти, эта власть относится к вам. Приходите 14 сентября на выборы и проголосуйте. Проголосуйте за все партии. Конечно, за мою любимую, справедливую Россию. Проголосуйте за тех людей, которых вы знаете. И выберите тех, кто будет наиболее неравнодушен к вашим проблемам. А мы со своей стороны и приемные откроем. И будем вас слушать, слушать и слушать. И все делать так, чтобы вам жилось хорошо. Спасибо. Я напомню, у нас в гостях была депутат Государственной Думы Ольга Епифанова. Это актуальное интервью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...